Это Гуччи, Гуччи, ребята. Я такая вся модная, с сумочкой Шанель и сумочкой непонятного происхождения. О, боже мой! Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня у нас просто супер офигенное видео. Вы, наверное, все прекрасно знаете, что где-то год-полтора назад я заказывала несколько мистер-боксов с ebay, их распаковывала, и была просто безумно счастлива, потому что в одном мистер-боксе мне попался айфон, в другом мистер-боксе мне попался, по-моему, планшет. Короче, были просто пушечные, реально выгодные мистер-боксы, которые я заказывала. И, собственно говоря, я думала, что я больше не буду заниматься такой фигнёй, не буду заказываться с ebay, какие-то мистер-боксы, рисковать, непонятно куда отправлять свои деньги. В принципе, в принципе, я держалась, но я не держалась недолго. И в этом году я всё-таки заказала мистер-бокс, но на этот раз я его заказывала не на ebay, а на amazon, потому что там есть более интересные предложения, которые я на ebay не видела. И сегодня у меня две коробки, но на самом деле сегодня у меня только одна коробка, потому что вторая остаётся за кадром, и распакую я её только тогда, когда вы под этим видео наберёте 75 тысяч пальчиков вверх, скорее лайкайте, чтобы я её поскорее открыла, потому что она совершенно другая. Сегодня у нас мистер-бокс, фэшн-луксори-брэнд. Короче, там были нарисованы всякие разные бренды, типа вещей не было вообще нарисовано, но всякие разные, типа Армани, Гуччи, Луи Виттон, и типа вот это вот всё должно быть. И, внимание, цена этой коробки полторы тысячи долларов. На русские деньги, если переводить, это около 100 тысяч рублей, смотря какой курс рубля. Но я заплатила где-то 97, плюс ещё небольшая оплата была за доставку. Но там реально, на самом деле, было недорого, потому что, ну, что-то как-то повезло. Я уже очень хочу её открыть, ребят, реально очень хочу её открыть. Она у меня стоит дома со вчерашнего дня. Я её распаковала, сняла вот эту вот всю основную фольгу, которая была, типа в виде вот этого вот, знаете, транспортировочная вот эта вот бумага, которую сверху делается, чтобы она не помялась. Я оставила её такой очень странной, она почему-то наполовину в скотче, наполовину не в скотче. И было написано, что здесь вверх, типа аппа-даун или что-то типа такое было написано. Вот здесь была наклеечка, поэтому здесь у нас должен быть верх. Ну что ж, делайте свои ставки, что будет в этой коробочке. Я не знаю, я желаю получить какие-нибудь кроссовки Louis Vuitton, это, наверное... А, я мечтаю о рюкзаке, который стоит просто очень-очень дорого, больше, чем та сумма, которую я потратила на эту коробку. И его здесь точно не должно быть, потому что это как бы будет бред, он где-то стоит около очень много. В общем, делайте свои ставки, что здесь будет, какие бренды здесь будет. И вообще, может быть, мне какую-то бумагу положили сюда, потому что коробка довольно-таки лёгкая, скажу я вам. Я её могу даже поднять, представляете, чтобы вы понимали, насколько она не тяжёлая, она весит. Если не соврать, что-то 4 с чем-то килограмм она была заверена в накладной. Ну что, надеюсь, вы готовы. Я очень готова, я с ножиком его аккуратненько достаю и начинаю открывать коробочку. А вы ставите лайк за то, что я всё-таки прислушалась к вам. Вы меня очень сильно просили продолжить распаковывать Майстери Боксы. Я видела все эти комментарии и решилась и заказала эти коробочки. Нелега, смотрите, Шанель. Так, первым делом я вижу пакет Шанель. И пакет Луи Вагон. А в Луи Вагоне какой-то рюкзак. Это первые два пакета, которые у меня встречают сверху. Я уже вижу, что там есть дальше внутри, но я вам сейчас это не покажу, чтобы создать интригу, так сказать. В общем, первый пакет это Шанель. Он немножко комменд. Слушайте, ну уже не обманули. То есть в луксере бренда уже как бы имеется. Шанель, Луи Витон, которые я вижу, это уже всё супер круто. Это типа пыльник и здесь, я так понимаю, сумка. Это реально сумка и типа Шанель. Здесь даже на этой штуке написано Шанель. Смотрите, офигеть. У меня нету ни одной люксовой вещи, типа ни одной брендовой вещи у меня вообще нету. Я считаю, что это, ну, какая-то непонятная трата денег. Типа зачем стоить? Тут красный подклад. И самая моя дорогая сумка. Она была куплена в Томми Хилфигере. Она стоит 6 тысяч рублей. Вот эта, которая у меня поясная, моя самая любимая. И то я её брала на распродажу. И здесь как бы ещё что-то красное. Я не шарю. Внутри сумки был вот такой вот ремень. Короче говоря, как-то вот так вот. Здесь есть заднее отделение, которое я уже открыла. Есть ещё одно вот такое отделение. Здесь есть какое-то вот такое вот отделение. Есть маленькое типа под телефон. Здесь вот такая вот фигня. Ну, слушай, мне кажется, что это какая-то фигня. Она не оригинальная. Мне кажется, не держала оригинальную сумку. Но за что я видела палёные всякие разные сумки. Но пахнет она как бы простенько. Не знаю, что там ещё должно пахнуть. Не духа, не знаете ли. Короче, как-то вот так вот. Но мне нравится Первая сумка мне уже нравится И берем следующий пакет И это пакет Луи Вагон Или... А я не знаю, как правильно читается Луи Виттон В общем, Луи Виттон И здесь вообще какой-то непонятный Типа, что это? Там внутри что-то есть, прикиньте Нет, здесь ничего нет, а внутри Деньги, думаешь? Он мягкий прям В Чал Равин Канкен Ребят, кто знает, что это за Фирма, я первый раз такое вижу И видела подобные рюкзачки Они прям какие-то были супер стильные Мне кажется, в этом и в прошлом сезоне Но это точно не Луи Виттон И этой фирмы я тоже, вот этой, вот не знаю Блин, что за дичь вообще Смотри, тут какой-то пакет Для мусора, типа Может быть здесь реально деньги? Нет, в нем нет денег Он пустой и воняет Но это знаешь, типа, чтобы форму Я так понимаю, держать Есть еще один пакет Но он прозрачный Но я думаю, что это для формы Это логично, правильно? Но я не понимаю, зачем Класть такой вот прям Супер мусорный пакет Это же просто жесть Он еще так воняет, ребята Трэш Ну рюкзак прикольный Мне нравится, на самом деле Я с таким ходила бы Ну и, видимо, ходить буду Потому что кто еще? Вот здесь у нас реально Луи Вагон Это звон Смотри, тут такая жесть А у Луи Виттон Есть зонты вообще? Вы знаете? Я не знаю Моя мечта Это рюкзак И это не рюкзак Отсюда высыпалась Вот эта вот штучка Вот такая вот Ну, типа, знаешь На которой что-то цепляют Так, я сняла вот этот вот Очень, кстати, крутой Как это называется? Чехол на зонт И, собственно говоря, сам зонт О май гад Он на гарбу Надеюсь, он хотя бы автомат О боги! Мне кажется, самая крутая Чикса на районе Ребятушки Просто писяо Тут прям масло какое-то Это типа смазка для зонтов Или что? Оно прям масляное У меня руки сейчас в жиру Вот они, видите, блестят И здесь прям видно Вот эти вот капли какие-то Я не знаю, как его закрыть А, о май гад Блин, я его типа открыла, что ли? С богом Ой, с горем С горем пополам Я его просто закрыла Пахнет он Так же, как и сумочка Мне кажется, вот это Вот такой же у него запах Непередаваемый Но масло все подпортило Всю картину И внутри, кстати, вот этого чехольчика Есть подкладка Мне кажется, это говорит о качественности Как ты думаешь? О-моё Вы уверены, что это Луи Виттон? В общем, из Луи Виттона Это все Тут нету больше ничего То есть от Луи Виттона У меня есть теперь вот такой вот зонт И рюкзак, который, ну, явно не Луи Виттон Может быть, это их дочерняя компания Не знаю Ох, здесь столько пакетов Вы не представляете, ребята Их очень много Давайте сначала не с пакетов А сначала с того, что я вижу прям из вещей Есть вот такая вот кепка Она какая-то грязная Она реально как-то грязная Вот здесь какие-то непонятные штучки Что это? Джорджи Армани, между прочим Тут вообще просто беспалевность, ребят Ну, просто беспалевность А у тебя была же кепка Армяни Я тебе дарила Вот я ему подарила И там не было такой штучки Made in China 100% То есть Это точно Джорджи Армани Это не Армани Я думаю, подозрения у меня на это идут Но неплохая Мне нравится Я не могу ее одеть У меня прическа Но она мне вообще как идет? Тебе да Ой, слушай Мне вообще нравится Классная Ну да ладно Кепка зачет Мне нравится Так Еще здесь есть В общем, есть вот такая вот коробочка Но она как будто пустая Дольче Кабана Энтенса Пархоми Йодэ парфюме Короче, какой-то парфюм Она как будто бархатная еще Но она очень легкая Там, по-моему, ничего нету Она реально пустая Да, она реально пустая Прикинь Она прям легкая Она, то есть Как пушинка была Это было ожидаемо Кто-то уже вынюхал мои духи Они до меня не доехали Может быть на таможне Их кто-то Ну, вы понимаете, да? Прикарманил себе Как говорится И такое может быть Он один Я второй не вижу, ребят Больше тут реально нет Нет здесь второго ботинка Это у нас УК Не Австралия А УК Фэшн Между прочим Это ненормально, да? Наверное Ну, типа УК Фэшн А оригинальные УКи Они идут По-моему, просто с надписью Даже не Австралия О! Тут что-то есть Тут шапка реально Ванс Не, ну я шапку мерить не буду Ё-моё, какая она модная Она на флисе, ребята Вы просто зацените Она супер мягкая Супер модная Здесь нету нигде никаких Вообще ничего нету То есть Ну Чтоб вы понимали Бирочек нету никаких Ну, то есть 100% оригинал Просто пушка Оригинальная шапка от Ванс У них интересные вообще шапки есть, нет? Ладно, давайте смотрим дальше Пакетик Шанел Блин, он опять какой-то пустой Вы посмотрите Здесь и есть кое-что Всё, здесь больше ничего нету Только вот это Это очечи Очки классные Ну-ка, очки Шанель Прикинь, смотри Здесь даже какой-то номер ей серийный И здесь даже написано Шанель Made in Italy Чтоб вы понимали Сделано в Италии То есть очки, наверное, прям оригинальные Сто пудово Мне кажется, одни очки стоят 30 где-то тысяч рублей Да, от Шанель Кстати говоря, стёкла приятные Прикольные реально Они все какие-то волосатые Просто подсними, пожалуйста Они все волосатые Они в каких-то ворсинках В какой-то шерсти непонятной Видимо, от на ноги Джо Который запаковывал мне эту коробку Имел, видимо, кошек Или собак Я не знаю Ну, прям очень волосатые О, это невооружённым взглядом Я уже вижу, что это Сумочка О, это Гуччи Гуччи, ребята Здесь два отделения, получается Раз, два Ну и это третий, да, наверное, считается Я не знаю Как-то вот так вот Вот такой вот подклад С розочками Здесь написаны какие-то цифры И больше надписи никаких нет У нас в самом замочке Здесь не написано, что это Гуччи Кстати, нигде не написано, что это Гуччи Это я и сделала выводы Что это Гуччи Потому что Я думала, что это значок Гуччи Видимо, это не Гуччи, да? Пряжка Или как это называется На всяких-то Типа разводах Порезах И так далее Я такая вся модная С сумочкой Шанель И сумочкой Непонятного происхождения И она тут точно какой-то фейк Вот прям Жёсткий, прям фейк С турецкого базара Идём дальше Я вижу здесь Упаковку с очками Вот такую вот стильную Здесь даже есть какая-то упаковка И уже вижу на очках Знак Армани А сзади написано Вернее, спереди На самих стёклах Написано Поларист Не полароид А поларист Поларист Полариза Чё это? Нормального ещё нет? Мне кажется, они мужские, нет? Форма у них явно не женская Ну вот к этим очкам У меня очень много вопросов То есть Ну прям очень много Они неизвестны у кого-то происхождения Идём далее Это я потом посмотрю Я хочу вот это посмотреть Вы посмотрите Гуччи Я держала себя И не доставала Этот пакет О май гад Это реально Гуччи Она как клеёнка какая-то Реально У неё есть ремень А ремень скреплен Канцелярской резинкой И ремень вот так вот делается Он какой-то весь помятый В сумке есть ещё один ремень Вот такой вот маленький Чтобы носить её, наверное, как клач Здесь два отделения Такое отделение Вот такое отделение И второе отделение О, здесь Тут очки Прикиньте, были Тут очки были Ничего больше не было Нет, всего больше ничего не было Сумка абсолютно пуста Это тоже Гуччи Такие очки были в клипе, по-моему, у Тимати Типа, да, с Егором Кридом Там у него что-то похожее Блин, пушка мне нравится Класс Ну вам как, ребят? Напишите в комментариях Будем думать, что это просто Очень-очень щедрый продавец Который мне отправил все оригинальные сумки По дешёвке Идём дальше Пакетик Луи Виттон Мэйшн Фонди Я не буду читать Простите, у вас сейчас кровь из ушей польётся И в пакетике Что-то напоминающее Гуччи В пакетике Луи Виттон Какие-то По-моему, это носки Это реально носки, ребята Это носки Гуччи Белые носки Гуччи Розовые Гуччи Суприм Теперь переходим сюда Чёрные носки О, здесь вообще с этикеткой, ребята Пошло всё Смотрите О, так это две пары Они причём скреплены Сто процентов Катон Написано на задней этикеточке О, ещё вот такие вот Тоже Гуччи А, они тоже скреплены А эти серые получаются Офигеть Я видела, как продаются носки Гуччи, ребят Они продаются в коробочках Каждые носочки Они типа в такой коробочке И они закрываются И на них написано Гуччи Мне кажется Единственные носки Которые Ну, более-менее Похожи на оригинальные Если, конечно, у Суприма Есть носки А все остальные Гуччи Явно какой-то Ну О, тут такая прям штука Это рюкзак Виктория Сикрет О, май гад О, май гад О, а сзади типа Кожанчик такой Если бы мне сейчас было 12 лет Мне кажется Я бы вообще пищала от восторга Здесь есть вот такой карман А внутри просто вообще ничего нет Кайф Мне нравится Классно О, боже мой Просто закройте сейчас глаза, пожалуйста Блин, это вообще пулемет Это, мне кажется У каждого богатого школьника Была такая панамка Я богатый школьник Я делаю что хочу И с кем хочу Я сниму квартиру в Москва-Сити Йоу И буду жить там со своей Чиксой Которой 15 лет Эй, ты, Чикса Иди ко мне, йоу Я в Панаме Суприме Йоу-йоу-йоу Чики-пики-чики-пики А у меня еще есть Вот такая вот шапочка О, это Гуччи Я такое с летнего сезона Переобулся на зимний И я делаю шапочку Гуччи У меня уже Чикса Которой 25 лет А мне 15 Я богатый школьник Я не знаю, что достать следующее В общем, тут какая-то шапка Я так понимаю Она тоже вывернутая Она тоже на флисе Но там еще жесть Большая жесть Но подождите Сначала надо на это посмотреть Короче, это шапка Емпорио Аремани Е7 написано Она синенькая И она, мне кажется, очень похожа Вот на эту шапку Найди Найди 10 отличий Не считая самой наклейки Которая идет на шапочке По-моему, они реально просто одинаковые У них даже швы одинаковые А, нет, вот это поменьше Это побольше Панама Блин, это тоже супрем Я думала, она просто типа LV Она тоже супрем Боже мой А, она типа такая же, как моя Только черная Эту панаму я, конечно же, оставлю себе Я буду самой богатой школьницей Я нашла, что вывалилась из коробочки Вот они Те одеколонистые духи Интенса Дольче Кабана Кстати, они полные, ребят Реально прям полные Я не знаю Вам точно, наверное, не увидеть Надо на свет смотреть Это не женский аромат Реально, не женский Они пахнут какой-то корицей Ну, они реально какой-то корицей пахнут И имбирем Для роллов Дешмонский Ну, почему дешмонский У них очень просто странный запах Знаете, который подойдет, мне кажется Взрослым таким мужчинам Которые хотят пахнуть имбирем Чтобы когда заходил ты в суши-бар Был как свой Да, это жестко Ого Это Это странно Это очень странно Фила А20К Обо всех позаботились Слушайте Мужское, женское Уже детское нашла Реально Там было написано Вот так вот коробка открывается Из нее летят бренды И там Ну, в смысле Ну, рисунки эти всякие разные И было написано Уже не помню чего Бренд Люксери Шмот В общем, как-то так Я просто это все переводила И пыталась понять Что там, что там все на английском В общем-то Это костюм Ну, идеально Мне кажется Года на полтора покатит Или больше Или меньше Не шарю, ребят Не знаю, не понимаю Но мне нравится На всю семью подготовили Смотрим дальше Здесь есть два пакета Один Диор Один Шанель И есть очки, по-моему Которые я уже доставала А, нет Это другие очки Это максимально похожие очки На Армани Только это уже Видно? Нет там У тебя на камере Это Гути Я в Гути Фу Какие-то все тут поюзанные О, ма, гад Ребят, просто посмотрите Здесь вот такая вот Шершавость Которая реально Может разрезать лицо Если их как-то Аккуратно Неаккуратно Одевать Я не знаю вообще Ну, нормально Нормально Мне кажется Где-то на Итальянском курорте Я сойду за свою Они тоже как-то Больше под мужское лицо Потому что Они даже мне широкие Хотя обычно У меня очки Типа широкими Редко бывают Я решила достать побольше Там еще поменьше О, ма, гад Здесь столько всего Я вам сейчас все буду По очереди показывать Я здесь вижу Второй ботинок Который пустой Я сразу же проверяю Вдруг в него что-то положили Далее Здесь есть кроссовки 41 размера Кстати, тоже Потому что Наклейка здесь вот так вот Наклеена сразу сверху И Внимание Это Что это Это Баленсиага Это Баленсиага Такие кроссовки Стоят 60 тысяч Я знаю 60 тысяч рублей Они стоят Или 65 даже Я видела Я в курсе Я смотрела Я буду думать Что это оригинал Но нет Тут явно какая-то фигня Тут нету нигде Никаких надписей Они очень легкие Они настолько легкие Что просто Алло, алло Привет, как дела И здесь еще есть Вот такая вот надпись Triples И написано Made in Vietnam Ну, понятно Все, ладно Ну, кроссы прикольные Только они мне большие будут Тебе, наверное, подойдут, да? Ребят, кому нужны кроссовки От Баленсиага Вьетнамские 41 размера Пишите в комментариях Потому что мне они будут большие Денису маленькие И, собственно говоря Носить некому Смотрим дальше Здесь самое интересное Вот в этом пакете От Dior Но такого я, честно говоря Не ожидала увидеть Вот реально Как ты думаешь, что это? Calvin Klein Дорогие мои друзья Синенькие есть Вот эти вообще Как будто какие-то грязные Немножко Ну, тут реально Что-то коричневое Не будем вдаваться В подробности А то я сбегу С этого видео И вторые Calvin Klein Здесь нету никаких Кстати говоря Бирок Вообще Ничего такого нету То есть Непонятно Реально ли это Calvin Klein Или нет Но это еще не все Здесь еще есть Это Это я так понимаю Это, наверное, женские были Ну Там были стринги Так что это были женские А это уже О мужчинах Позаботились В размер XL На тебя, может, налезут Кстати Tommy Hilfeger Между прочим Это, по-моему, тоже Tommy Hilfeger А размер что? Тоже XL, прикинь Я так говорю XL Как бабуля Ну, короче, XL Это тоже Tommy Hilfeger Четыре пары трусов И тебе, и мне Ну, женские Какие-то грязные Немножко Это еще не все, ребят Так У меня здесь есть Какая-то вещичка Которая вне пакета Судя по логотипу Это реально Gucci По своему какому-то качеству Эта штука Максимально похожа На колготки Или какие-то подштайники Вы просто посмотрите Блин Это же жесть какая-то Я теперь знаю, где одевается Бабка Gucci Она заказывает Мастерибокс на Амазон И ей приходит почти все Gucci Здесь у нас еще пакет Внимание Это Как ты думаешь, что это? Это Шанель Моя сумка Шанель Твоя девушка Гучи И мы с тобой вместе В помойной куче Тут сумка Реально Шанель Смотрите-ка Не обманули Запихнули Шанель У меня уже вторая сумка От Шанель Блин Не буду ее пока одевать Я хотела посмотреть Что в ней внутри Здесь еще вот такая вот Прикольная бахрамина И собственно говоря Все, сумка пустая Здесь нету никакого отделения Здесь очень тонкий подхлад Подхлад Такой хлопковый Через него я даже вижу Как Приделана вот эта вот штучка Там какие-то железки торчат И все Здесь реально больше ничего нету Но я очень сильно сомневаюсь В том, что это оригинальная Шанель сумка Ну ой, смотри Как она под мой лук вообще Да? И ребята Последняя вещь на сегодня Это Да, это реально последняя вещь Потому что больше здесь нет ничего Это вот такие вот кроссовки Они Рибок Здесь написано Прямо смотрите Рибок Без коробки Где коробка из-под кроссовок? Ну да ладно Здесь опять какие-то надписи Блин, почему на всех ботинках Которые сегодня были Какие-то надписи на подошве Ручкой The pump А, это типа инстапампы Ты знаешь, как они работают? У-у Что-то они не надуваются А, надуваются Это воздух вышел, прикинь Они реально надулись Они реально надулись Потрогай Ну немножко Ты видел, да? Ты видел, что надулись? Реально? Ты видишь? Выпускай Мне просто Ой, сейчас вижу реально Что они надули Слушайте Офигеть И это размер Евро 44 Поскольку это все Это все, дорогие друзья Как вы думаете Оправдались ли мои покупки? То есть Стоит ли вот это вот все Денег потратили мной? Я очень сомневаюсь В подлинности всех этих вещей Мне почему-то кажется, что Здесь есть оригинал Это типа вот эти очки Вернее не вот эти А вот эти Они потому что Максимально качественные Я думаю, что вот эта сумка Тоже скорее всего Оригинальная Хотя Я не думаю, что Санель такая торчит Вот эта вот штучка Но здесь надписи Блин Она там в пыльнике была У нее красный подклад Я просто мало чего Об этом знаю И мне кажется, что Типа это оригинал Ну а все остальное Мне кажется Какое-то все Подозрительное Странное Где-то явно Что-то прям фейковое Потому что Ну как бы сделано В Тайване Или где-то в Вьетнаме Говорит само за себя Мне было очень интересно Распаковывать этот бокс Я жду Не дождусь Когда я распакую второй бокс Кстати говоря, там Давайте не буду говорить вам что Но там не одежда Я заказала два совершенно разных бокса На одну и ту же сумму Чтобы сравнить Какой заказывать выгоднее Поэтому давайте скорее Соберем 75 тысяч лайков Таких же махровых Как вот этот вот Не махровый Пупушок Как это называют Я забыла Очень не важно Надеюсь, что вам было реально интересно Весело И так далее И можете писать в комментариях Какие мастер и боксы Мне заказать в следующий раз Надеюсь, что через несколько месяцев Я поднакоплю денег И закажу еще Ну а вы предлагайте Свои темы И идеи Я хочу заказать все Мастер и бокс Косметикой Но его постоянно нету И нету И нету И нету В наличии Надеюсь, что появится Какой-нибудь продавец Который создаст Уже какой-нибудь Мастер и бокс Который я смогу купить Потому что мне реально Очень интересно Что туда могут напихать Какая там будет косметика Может быть вообще Неизвестных производителей И так далее Так что Возможно Это очень хорошая идея Если вы ее поддерживаете То не забудьте Написать об этом в комментариях Но на этом все Благодарю вас за просмотр Всем спасибо Всем пока